Всем привет, сегодня будем говорить о густынской летописи. Она нам интересна тем, что на Украине, ее считают исключительно украинской летописью, хотя она и считается южно-русской, но к этому придираться мы не станем. Просто раз летопись украинская, значит современные украинцы, стало быть, ей доверяют. Написана она в начале 17 века, в то время, когда Южная Русь была в составе государства Речпосполитая или просто Польши. В Википедии Украины указано, что она написана на украинском языке, не знаю можно ли так считать, попробуйте сами понять, когда увидите текст. Наверное самое удивительное для меня то, что в украинской же летописи отсутствуют украинцы, правда слово Украина встречается там аж целых три раза. Сейчас вы видите начало этой самой летописи. И на самой первой странице мы видим, что оказывается в Киеве живет славянский российский народ, причем написано с двумя «с». Народ, который крестил князь Владимир. Тут же видим, что это все русская земля, причем написано уже с одной буквой «с». Вот еще одна запись, где перечислены территории, в которых проживают русские люди. И опять же идет перечисление, это Москва, Белая Русь, Волынь, Подолье, и даже на Украине живут русские, по мнению украинского же летописца. Причем прошу заметить Украина, Подолье и Волынь, это разные регионы и перечисляются наравне. У меня уже было видео на канале, где мы выяснили, что Украиной изначально был небольшой регион между Польшей и Россией. Как видите, об этом говорит и украинская летопись. А на этой странице мы можем увидеть, что в Киеве княжут русские князья. А тут мы опять же видим, упоминание русских князей и русских сыновей. Я честно пытался найти и украинских, но к своему удивлению в украинской же летописи, я их отыскать не смог. Тут можно увидеть запись, о том, как киевский митрополит, повел архимандрита в Москву, впрочем тут ничего интересного, сам не знаю зачем сохранил этот текст. А вот наконец-таки упоминается и Украина. Причем украинский летописец пишет на Украине. А ведь современные украинцы на это очень обижаются. А еще мы опять же можем увидеть, что на Украине живет русский народ, а вот украинского почему-то нету. А землю Южной Руси летописец называет русской землей. Также тут мы видим, что митрополит киевский живет в русской земле. А Киев называется русской метрополией. Но все же я так и не понял, а где же украинцы в украинской летописи. На этой странице мы видим русских панов, русскую шляхту, в общем все русское. А я не устану повторять, что эта летопись якобы украинская, и писал это вроде как украинский летописец, который жил в Речи Посполитой. Ну и думаю на этом все, ссылка на летопись будет под видео. До новых встреч.